В эфире Дагестанское радио. С обзором основных событий информационный выпуск Вести Дагестан. Сегодня 26 августа, среда. В студии Ямара Багирова. Доброе утро. В Махачкале прошло августовское совещание работников образования республики. В его работе приняли участие глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, председатель Народного собрания Хизриших Саидов, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов. Обсуждали качество подготовки кадров, состояние школ и дошкольных учреждений образования, а также духовно-нравственное воспитание детей. Отдельно остановились на итогах проведения единого государственного экзамена. Председатель Народного собрания Дагестана Хизриших Саидов по завершении очередного отпуска приступил к работе. Как сообщили нам в информационно-аналитическом отделе Дагестанского парламента, Хизриших Саидов принял участие в еженедельном рабочем совещании у главы Республики Дагестан, где поблагодарил присутствующих за поддержку и содействие в установлении истины в связи с задержанием его сына, главы Буйнакского района Даниэла Шихсаидова. Он также заявил, что обратился в адрес президента Путина с просьбой объективно разобраться в данном деле. Соответствующим службам дано поручение принять все необходимые меры для объективного расследования дела. В Дагестане запустили единственное на юге России предприятие по выпуску железобетонных изделий. Благодаря его продукции, применяемой в сборном монолитном строительстве, теперь возводить дома можно будет в два раза быстрее и дешевле. В беседе с нашим корреспондентом, генеральным директор завода «Строя деталь» Камалудин Магомедов отметил, что строительная продукция, которая ранее закупалась из-за предела Дагестана, теперь будет производиться в нашей республике. Завод «Строя деталь» давнешний, завод 70-х годов, того дня она менее работала, такой самый новый завод, тоже считается Дагестаном. И после приватизации мы в 2008 году начали планировать что-то обновить. Нашли немецких представителей и с ними начали обслуживать все оборудование, полностью обновить его новыми технологиями. «Строя деталь сегодня представляет домостроительные изделия, бетонные трубы и шахтовые кольца. Там несъемная опаловка тоже есть плюс к этому. Она вообще нет в республике, в Северном Кавказе тоже нет такого завода. Разные проекты делают, разный любой клиент пришел со своим проектом, вот этот проект мы можем реализовывать здесь на месте. На такую продукцию, по-моему, реклама даже не нуждается. Все возводили и можем высоту потолков менять. Уже фасады готовы будут красить, не надо облицовывать, не надо, все уже готово. Можно клиент пришел, вот пожелание клиента, какой фасад хочет он, любую облицовку, любую краску мы можем это сделать на месте. Как Вы сказали, здесь не только могут внутри республики востребованы продукты, но и за пределами, в частности, республики Северного Кавказа. Да, доставлять можем, если это будет нам выгодно. Я знаю, Вы большое внимание уделяете именно подбору специалистов. Я знаю, у Вас новые специалисты с высшим образованием буквально пришли по договору с университетом автодорожного. Да, с автодорожного университета пришли. Здесь украинцев тоже мы приняли. И наши тоже специалисты, которые раньше работали на таких заводах домостроительных, ну, оборудование новое, их обучали немецкие специалисты, и полностью они обучены, могут сегодня показать, что они могут делать там внутри завода. Вы изделия, им уже проблем нет, сразу могут приступить. Кроме того, у Вас создаются хорошие условия для самих сотрудников завода? Для самих сотрудников здесь есть общежитие, есть столовая, есть вахты, все такое. Что нужно на сегодняшний день хорошему специалисту, у нас все условия есть. Премьер-министр Дагестана Бусамат Гамидов лично ознакомился с ходом строительства Республиканского перинатального центра в Махачкале. По итогам осмотра был озвучен ряд рекомендаций, в том числе о необходимости увеличения рабочих бригад, задействованных на объекте. Вместе с тем было отмечено, что все виды работ должны проводиться на качественном уровне с соблюдением всех нормативов. Отметим, сооружение данного учреждения ведется в рамках государственной программы модернизации здравоохранения Дагестана на 2011-2016 годы. Реализация запланированных мероприятий осуществляется за счет средств, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и путем софинансирования из республиканского бюджета. Планируется, что к июлю будущего года перинатальный центр будет сдан под монтаж, а к концу года строительство полностью завершится. Нажабад Врагимова – врач-неонатолог. Выпускница педиатрического факультета Дагестанского медицинского института лечит малышей уже более 35 лет. О начале своей трудовой биографии и сегодняшней работе она поделилась с нашим корреспондентом. Когда открыли отделение новорожденных, это была новая служба. И именно врачом-неонатологом, целенаправленно, зная, что это самое трудное отделение, неотложное состояние, там я пошла целенаправленно, чтобы стать врачом-неонатологом. Раньше мы до 1987 года работали на Гагарина. Детская городская больница номер 2. А и когда построили больницу детскую республику, с которым мы в настоящее время работаем, мы переехали сюда со всем персоналом, со всеми врачами, оборудованием, и нам представили этот двухэтажный корпус. Это типичное отделение для новорожденных, которое рассчитано было первоначально на 48 коек, потом мы расширились в настоящее время до 100 коек. На Гагарина, когда работали, мы занимались и реанимацией сами. Никаких кафедральных работников не было, никаких врачей-неонатологов не было. Раньше у нас была заведующая Кострова Антина Павловна, а сейчас она главный педиатр республики Довестан. И мы учились друг у друга, ездили на специализацию. Я прошла специализацию по неонатологии в городе Киеве. И с тех пор с удовольствием работаю до сих пор в этом отделении. Сейчас, конечно, по сравнению, как мы начинали, конечно, стало легче. У нас есть отдельная реанимация новорожденных. Специализированные врачи-реаниматологи. Оборудование, кювезы, все, что можно для таких отделений, тяжелых, интенсивных, мы имеем в настоящее время. Конечно, большое спасибо нашему главному врачу Махачеву, потому что именно по его настоянию открыли отделение реанимации, отделение хирургии новорожденной, которое занимается именно новорожденным хирургическим профилем. Все врачи, которые прошли специализацию, усовершенствование вовремя, и это все, конечно, оплачивает больница, за этим следит главный врач. Но мы работаем, держимся, улыбаемся, лечим наших маленьких детей. Вы знаете, вот когда тяжелый ребенок, и так думаешь, и так, и ночью, и днем, а потом, когда этот ребенок приходит в себя, когда он выздоравливается и улыбнется тебе, это такое состояние, да, и родители благодарны, и мы, ну, это, наверное, внутреннее удовольствие, да, которое, ну, не знаю, мы по жизни так пронесли, да, и всегда говорят, ну, умирает, ну, маленький ребенок. К смерти, конечно, нельзя привыкнуть. Раньше мы очень, ну, как, мы на наших руках материальных детей. Сейчас, слава богу, есть реанимация, хоть мы меньше их видим, но тем не менее, когда состояние ухудшается, независимо от того, от нас независимо, да, все равно, конечно, переживаем, все равно что-то стараемся. В первую очередь бежим к маме, чтобы ее успокоить, чтобы ее прижать к себе. И вот педиатры, у них совсем другое отношение к детям. У них болезни даже, да, более внимательные, более где-то вот ковыряешься, ищешь, да. Несмотря, говорят, самый лучший терапевт, получается, из педиатра. Потому что мы привыкли к микросимптоматике, да, и уже глаз даже где-то ребенок бегает, да, уже рука идет к голове, там что-то посмотреть, там что-то сделать. Пока будем жить, будем работать. На следующее объявление просим обратить особое внимание. 24 августа около 11 часов в Махачкале на проспекте Акушинского в районе Сбербанка и магазина «Яблоко» у инвалида первой группы за Грейсаевой прямо на улице, порезав пакет, украли паспорт, банковскую карту и инвалидскую книжку. Нашедшего просим позвонить по телефону. Мегафон 808 15 92 8 928 808 15 92 И о погоде. По сообщению Дагестанского гидрометцентра сегодня по районам республики ожидается умеренный дождь, гроза. В горных районах северо-восточной 6-11 метров в секунду. При грозе шкваристое усиление до 13-18 метров в секунду. Температура 23-28 градусов тепла. В горных районах 12-17 тепла. Местами 22 градуса. Местами по низменным районам Дагестана сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В Махачкале ожидается небольшой дождь, ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура 23-28 градусов тепла. Температура воды в море 25 градусов. Вы слушали информационный выпуск Вести Дагестана.